В этом году в Амурской области приведут в порядок 15 объектов здравоохранения. Объем финансирования на ремонт медучреждений вырос в 12 раз. На проведение капитальных ремонтов и реконструкции медицинских учреждений в этом году из областного бюджета выделено более миллиарда рублей. Будет отремонтировано 15 объектов. При этом система здравоохранения в регионе модернизируется ежегодно. По поручению губернатора разработана программа ремонтов медучреждений, на которую выделяются значительные средства. Всего на балансе области чуть более тысячи медицинских организаций. Из них капремонт требуется 152. Кроме этого запланировано построить 41 объект. Общий план проведения ремонтов разработан до 2027 года. Мусороперерабатывающий комплекс готов к эксплуатации. В ближайшее время планируется начать пусконаладочные работы. Комплекс может перерабатывать 40 тысяч тонн мусора при 8-часовой рабочей смене. Планируется создать на базе блок-эко предприятие по переработке резиновых покрышек. Предварительная стоимость необходимого оборудования – около 24 миллионов рублей. Напомню, ранее комплекс запускали в работу в тестовом режиме, но приостановили производство. Министерство природных ресурсов области произвело необходимые корректировки и дополнительные исследования. Теперь завод готов к эксплуатации. После пусконаладочных работ он выйдет на полную мощность. На территории кластера номер 4, который включает Благовещенск, Благовещенский, Тамбовские районы, а также Ивановский муниципальный округ, количество отходов достигает 115 тысяч тонн в год. При работе завода в три смены он сможет перерабатывать весь объем мусора. Также на территории завода находится предприятие по выпуску элементов благоустройства из переработанного пластика. На производстве установлено необходимое оборудование – дробильный агрегат для измельчения пластика, смеситель для смешивания полученной полимерной крошки с песком, плавильно-нагревательный аппарат для приготовления полимер песчаной массы и пресс-форма, которая формирует готовые изделия. Сырьем служит вторичный пластик второго и четвертого типов. Это, например, крышки от пластиковых бутылок и обычные пластиковые пакеты. Кстати, в Благовещенске объявили конкурс по сбору вторсырья. В итоге определяют трех победителей. Каждому вручат по три эко-скамейки. Еще одну подарят в качестве спецприза. Для участия в конкурсе необходимо принести как можно больше пластиковых крышек. Стать участником могут любые организации, предприниматели и горожане. У конкурса будет два этапа – 20 августа и 17 сентября. В эти даты вторсырье нужно принести на территорию ОКЦ. Нужно зарегистрироваться, взвесить и сдать его организаторам. Награждение пройдет в октябре во время акции «Город берегу». С 5 по 8 сентября во Владивостоке состоится Восточный экономический форум. Деловая программа в этом году включает шесть блоков. Главная тема – на пути к многополярному миру. К шести блокам деловой программы «ВЭФ» в этом году относятся темы. Место России в мировой структуре «Алмаз» кристаллизуется под давлением. Финансовые рынки, что сохраняет стоимость при утрате доверия. Создаем новое качество жизни для людей. Мировое разделение труда, отказ от старых и создание новых связей. У каждого свой путь – логистика изменившегося мира. Патриотизм на смену толерантности. Мы наш, мы новый мир построим. В блоке «Место России» в мировой структуре участники поделятся своими взглядами на будущее международных отношений – экономики, инвестиций, промышленности и других сфер. Отдельное внимание будет уделено импортозамещению и его перспективам. Тема финансовые рынки будет посвящена банковской сфере, цифровым финансам, балансу мировых валют в новых условиях, углубляющихся противоречий. Отдельное внимание финансовых аналитиков и экономических экспертов, участвующих в дискуссиях «ВЭФ», будет уделено первым итогам и перспективам дальневосточной концессии. Также для гостей и участников «ВЭФ-2022» будет по традиции подготовлена спортивная и культурная программы. Кроме того, в все дни форума на набережной бухты Аякс на острове Русский будет работать выставка улицы Дальнего Востока. Посетители смогут ознакомиться с 11 павильонами, которые символизируют самобытные регионы Дальневосточного федерального округа. Амурский павильон тоже будет представлен на «ВЭФ». Продукцию из полиэтилена, мешки для мусора, фасовки, пакеты «Майка» производит Благовещенская компания. В год цех перерабатывает около 900 тонн сырья. Фабрика реализует свои изделия организациям и торговым точкам Дальнего Востока. В первом цехе из первичного российского сырья изготавливают рукавную пленку для будущих фасовочных пакетов. Работают на специальной машине для выдувки полиэтиленовой пленки – экструдере. Затем гранулы полиэтилена смешиваются со вторичным сырьем. Это необходимо для производства рукава пакетов «Майка». В месяц здесь перерабатывается около 60 тонн материала. У нас есть цех, где стоят экструдеры. Они переплавляют гранулы под температурами. Там создается большое давление, экструзия плавится, и из гранул получается заготовка. Затем материал отправляют в соседний пакетоизготовительный цех. Здесь в день производится до 30 тысяч единиц продукции. Их изготовлением около двух лет занимается 22-летний Егор Верчинский. Есть специальное оборудование машины. И когда нам привозят, то есть мы берем с другого цеха готовый рулон уже, мы его заряжаем на машину, пропускаем, то есть настраиваем швы, проверяем качество, чтобы было крепкое дно, чтобы были ручки крепкие, чтобы хорошо держало груз. Производим определенное количество, задаем параметры на машине, и это все потом упаковываем и отправляем уже на склад, на продажу. Компания работает с 2017 года. За это время готовая продукция поставлялась не только на предприятия Благовещенска. Амурское производство обеспечивает практически весь Дальний Восток. Пакеты, пленку, мешки для мусора реализуют в Белогорске, Райчихинске, Новобурейском, Прогрессе и других муниципалитетах региона. Руководство отмечает самая высокая потребность в Свободном, где расположен газохимический комплекс. Цель наша – обеспечить предприятие города упаковочными материалами, что мы и делаем. В ближайшее время на фабрику доставят новое оборудование из Китая. Это позволит увеличить производство и поставлять еще больше товаров в рестораны, кафе, торговые точки. Кроме того, Амурская компания участвует в российских программах поддержки бизнеса. В Преамуре началась подготовка к участию в проекте «Тысяча дворов» 2023 года. Онлайн-голосование по выбору территорий стартовало в прогрессии. В областном центре продолжается прием предложений от горожан для участия в программе. Уже собрано более 20 заявок. В Благовещенске тоже проведут общественные слушания по выбору территорий для благоустройства. В рамках программы все дальневосточные регионы получили средства из федерального бюджета на благоустройство дворов. Сейчас в муниципалитетах проводится сбор и обработка заявок на включение в проект «Тысяча дворов». Каждая территория самостоятельно определяет порядок выбора придомовых территорий с помощью анкетирования, онлайн-голосования, общественных слушаний либо опросов. Прогрессии. Рейтинговое голосование продлится до 30 августа 2022 года. Жителям поселка предлагают проголосовать за три площадки по адресам улица Советская, 15, улица Матросова, 8 и улица Набережная, 67-69. Маркетплейсы будут нести ответственность за контрафакт и немаркированный товар с марта 2023 года. Таким образом, агрегаторы планируют маркировать реализуемый товар, даже если он не хранится на складе, как это делают крупные владельцы онлайн-платформ. Так, с 1 марта 2023 года онлайн-платформы начнут нести ответственность за непередачу сведений в систему «Честный знак» и продажу контрафактной продукции. Сейчас маркировке подлежат обувь, одежда, шины, парфюмерная продукция, велосипеды, питьевая вода, молочная продукция, табачная продукция и некоторые другие товары. В ближайшее время могут начаться добровольные эксперименты по маркировке новых товарных групп, например, консервов, рыбной продукции, газировки, соков, детских товаров и электроники. Цифровую маркировку пивной продукции запустят с 1 апреля 2023 года. Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, ранее недобросовестные поставщики пользовались лазейкой и реализовывали через маркетплейсы немаркированные товары неизвестного происхождения. А также они могли не передавать полные данные о выводе товаров из оборота ни оператору системы маркировки, ни поставщику. На сегодня это была вся информация. Желаю вам финансовой стабильности и благополучия. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова